Ангелы Это было непросто, и теперь что же происходит в ее уме? Вы, наверное, задаетесь вопросом, что ангелы говорят о том, что чувствует этот человек сейчас. Думает ли она обо мне? И что самое важное, что я могу ожидать от нее в будущем? Это вопросы, которые гремят в сердце многих, и удивительно, как ангелы способны принести свет в эти сомнения. Это видео для тех, кто ищет ответы на вопросы о отношениях, о воссоединении и, прежде всего, о силе эмоций, которые объединяют нас. Следите за этим духовным путешествием, где ангелы ведут нас по пути понимания и любви. Вместе мы разгадаем, что происходит с этим особым человеком и какие действия вы можете ожидать от нее. Давайте поговорим об этой невероятной связи, которая у вас есть с кем-то особенным, где слова почти не нужны. Знайте тот момент, когда вам кажется, что кто-то понимает вас до самой глубины вашей души. Об этом говорят ангелы. Подумайте об этом человеке, который, даже не говоря ни слова, уже знает, что происходит у вас в голове. Как волшебство, не правда ли? Как будто у нее есть радар для ваших эмоций, улавливающий каждую вибрацию вашего сердца. Найти такого человека, который понимает ваше молчание и читает ваши мысли только одним взглядом – это редкость. Это особая гармония, то, что многие ищут, и вам повезло пережить ее. В те моменты, когда вы чувствовали себя смущенным, не зная, как выразить свои чувства, этот человек уже был рядом, понимая все, без необходимости в больших объяснениях. Это глубокая эмоциональная связь, то, что многие называют душевными близнецами или партнерами души. Знаете это ощущение, когда кто-то понимает вас лучше, чем кто-либо еще? Именно это подчеркивают ангелы о вашей связи с этим особым человеком. Для мира вы можете казаться закрытой книгой, трудной для чтения, но для нее вы как открытая книга. Ей просто нужно посмотреть на вас, послушать вас, и она уже связана с вами уникальным образом, без барьеров и преград. Это глубокое понимание, которое у нее есть о вас, это редкость. Как будто она может понимать ваши чувства и мысли, иногда даже лучше, чем вы сами. Как будто у нее есть карта вашего сердца, знакомящая с каждой тропинкой, каждым путем, чтобы добраться до вашей сущности. Ее способность так хорошо читать вас, чувствовать ваши эмоции и понимать ваше молчание – это то, что многие люди ищут в отношениях. Это эмоциональная и духовная связь, которая выходит за рамки обыденного. И именно эту глубину, эту удивительную гармонию между вами, ангелы хотят, чтобы вы ценили и признавали. Это отношение показывает, что истинное понимание выходит за рамки слов. Оно заключено в сопереживании, заботе, в способности поставить себя на место другого. И когда вы находите такого человека, который так глубоко вас понимает, это как находка сокровища посреди путешествия жизни. Вы разделяли интенсивную атмосферу, ту, которая заставляет сердце биться сильнее, но по какой-то причине это не превратилось в серьезные отношения. Осталось на этапе «почти там», понимаете. Но вот вам интересно, не думайте, что эти моменты были напрасными. Они были полны смысла, полны смеха, взглядов и глубоких связей. И сейчас этот человек думает о всем, что вы пережили вместе, переживая воспоминания, задаваясь вопросом «а если?». Она находится в этот момент глубокого размышления, размышляя, существует ли еще шанс для вас обоих. Это размышление ее показывает, насколько важными были эти особенные моменты, которыми вы поделились. Оно показывает, что даже без метки, серьезные отношения, то, что у вас было, было настоящим и значимым. И сейчас она, возможно, смотрит на звезды, думая о вас, задаваясь вопросом, есть ли еще место для переписывания вашей истории. Эта ситуация, это сомнение, что могло бы быть что-то, с чем многие могут идентифицироваться. Кто не переживал, почти любовь, пусть бросит в меня первым камень, верно. И именно в этих размышлениях, в этой надежде, возможно, дать новый шанс тому, что не было полностью исследовано, начинаются многие волнующие истории. Теперь, что же будущее приготовило для вас? Это размышление превратится в действие. Возможно ли, что Вселенная готовит новый шанс для вас, чтобы вновь открыть друг друга? Об этих возможностях и надеждах ангелы хотят направить вас. Давайте вместе разобраться, чего именно желает ваше сердце и что судьба приготовила для этой особенной связи. В те дни вы были как луч солнца в его жизни, принося радость и незабываемые моменты. Но, как во многих историях, не все было идеально. Между вами оставались неразрешенные вопросы, те, которые скрываются в тени, истощая энергию и силу отношений, не обращая на себя внимания. Эти неразрешенные вопросы создали невидимый барьер, мешая полному расцвету вашего счастья. Интересно отметить, что иногда самые большие препятствия в отношениях – это не большие конфликты или недопонимания, а скорее молчания и несказанные слова. Вам не понадобилась открытая ссора, чтобы почувствовать это напряжение. Там была тема, возможно, деликатная или неприятная, которая осталась неразрешенной, создавая своего рода молчаливое недовольство. Это недовольство похоже на камень в туфле. Сначала вы пытаетесь проигнорировать его, но со временем оно начинает все более беспокоить. И вот что произошло между вами. Отсутствие откровенной беседы по этой теме, похоже, начало висеть, как серая туча на солнечный день. Теперь, глядя назад, возможно, вы понимаете, как эта неразрешенная проблема повлияла на вашу динамику. Возможно, в то время вам не хватило смелости или возможности справиться с этой проблемой вместе. Но помните, понимание прошлого – это первый шаг к тому, чтобы не повторять те же ошибки в будущем. Это размышление о том, что осталось неразрешенным, о том, что не было сказано, важно для личного и эмоционального роста. И кто знает, если судьба даст возможность встрече, эта урока из прошлого может стать ключом к новому совместному пути, более сильному и искреннему. Это в этом учении и в этой надежде на разрешение ангелы хотят вас направить. Давайте вместе разобраться, как преодолеть молчаливые преграды и открыть путь к новым возможностям счастья. Эти молчаливые обиды, которые вы хранили друг от друга, создали невидимую стену между вами, не так ли? Эти неразрешенные вопросы, которые витали в воздухе, до сих пор беспокоят этого человека. Похоже, что эти невысказанные чувства были одной из причин, которые отдалили вас друг от друга. Подумайте об этом, возможно, он не понял, почему вы поддерживали связь с кем-то, даже если между вами не было ничего серьезного. А вы, в свою очередь, могли почувствовать себя неуверенным или раздраженным его платоническим отношением с коллегой. Это ситуации, которые, кажется, невелики, но могут вызвать большие недоразумения, когда мы не говорим открыто о наших чувствах. Эти недоразумения могли быть всего лишь вершиной айсберга. Возможно, существовали и другие более глубокие проблемы, о которых не говорилось, но которые каким-то образом способствовали вашему удалению друг от друга. Это как будто, вместо того, чтобы говорить открыто об этих вопросах, вы выбрали сохранить обвинительное молчание, каждый хранив свои разочарования и сомнения в себе. В таких ситуациях отсутствие общения может стать самым большим препятствием. Без диалога предположения и недоразумения начинают расти, искажая реальность и создавая пропасть между людьми. Это как будто, вместо того, чтобы решить проблему, вы позволили ей тихо расти, подпитывая обиду. Теперь, глядя назад, возможно, оба задаются вопросом, а если бы мы говорили об этом? А если бы мы открыли свои сердца и прояснили эти сомнения? Это размышление может стать важным шагом к самопознанию и пониманию, как справляться с подобными ситуациями в будущем. Когда ангелы смотрят на вашу историю, они видят эти неразрешенные вопросы, висящие между вами, как тень, которая не исчезает. Похоже, этот человек все еще борется с этими чувствами, и эта сложность внесла свой вклад в ваше разделение. Теперь он смотрит назад с смесью грусти и сожаления, глубоко сожалея о том, что не выразил, насколько вы значили для него в тот момент. Были слова, которые нужно было сказать, просто, пожалуйста, не уходи, которые могли бы изменить все. Но в то время гордость говорила громче. Сейчас этому человеку не хватает того, что вы с ним делали, ему не хватает вас. Он размышляет о прошлом и понимает, что допустил большую ошибку, отпустив вас без борьбы, не сказав ни слова. В то время он не умел ценить возможность, которая была у него в руках. И сейчас, с ясностью, которую приносит только время, он видит это ясно. У вас было что-то драгоценное, как ценная чаша, представляющая вашу связь. Но вместо того, чтобы бережно заботиться о ней, вы позволили ей разбиться. И самое больное в том, что в то время казалось, что он не заботится. Его гордость была сильнее желания сохранить эту связь. Он ставил свою гордость выше того, что у вас было вместе. Сегодня он осознает, какую ценность вы представляли в его жизни, насколько важны были эти отношения. Теперь он понимает, что гордость – это слишком высокая цена за потерю особенного человека. И остается вопрос, возможно ли еще восстановить то, что было разбито. Можно ли собрать осколки и создать что-то новое и более крепкое. Сегодня в его сердце глубокая печаль за то, что он никогда не выразил, насколько вы значили для него, за то, что он никогда не сказал ту простую фразу «пожалуйста, не уходи». Вы стали ярким отсутствием в его жизни, пустотой, которую он чувствует каждый день. Он размышляет о пути, пройденном с момента вашего разлучения, и понимает, что никто другой не смог занять место, которое принадлежало вам, никто не смог сравниться с вами. Ангелы обращают внимание на это его чувство, эту грусть по утрате чего-то такого ценного. Он находится в моменте размышлений, задается вопросами о возможности встречи, о втором шансе. Но его беспокоит неопределенность, он мало знает о вашей жизни сейчас, не знает, реалистична ли идея вас вдвоем снова или это всего лишь далекая мечта. Он считает себя глупцом за то, что довел дело до этой точки, что позволил гордости и молчанию встать между вами. И теперь он считает, что будет гораздо сложнее приблизиться к вам, чем это было во времена, когда вы были вместе. Он задается вопросом, не стали ли мы чужими друг для друга. Не нашла ли ты свое счастье где-то еще далеко от меня. Эти сомнения тяжело лежат на его сердце, создавая внутренний дилемму. Следует ли ему предпринимать первый шаг, чтобы попытаться восстановить связь с вами? Он знает, что, чтобы найти ответы на эти вопросы, рано или поздно ему придется инициировать контакт. Но страх перед неизвестностью, неопределенность по поводу вашей реакции заставляют его колебаться. Итак, вопрос, может ли еще существовать искра того старого чувства между вами? Существует ли место для новой истории? Это неопределенность и надежда на новое начало. Это чувства, которые ангелы хотят, чтобы вы обдумали и оценили, есть ли еще шанс оживить эту особенную связь. Ангелы, говоря о вас, несут сообщения о бдительности и размышлениях. Они указывают, что этот человек находится в состоянии смятения и может, внезапно, вернуться в вашу жизнь. И нет способа быть уверенным в том, что он думает в данный момент. Это время неопределенности. Поэтому ангелы подчеркивают важность развития вашей интуиции. Важно уметь различать и понимать истинные намерения за возможным приближением. Может быть, вы даже не хотите, чтобы этот человек вернулся в вашу жизнь, и это нормально. Ангелы несут это сообщение, чтобы подготовить вас, чтобы показать, как этот человек сейчас, после того, как он отошел от вас. Тем не менее, помните, вы сейчас сильнее, более развитые и счастливы. Вы ничего никому не должны, вы хозяйка своей судьбы. Ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, что заслуживаете уважения к своим выборам и чувствам. Если он действительно хочет восстановить тот мост, который когда-то был разрушен, он должен продемонстрировать искренние усилия и, прежде всего, иметь терпение, чтобы дождаться вашего подходящего момента. Введите 10,1, если вы согласны с этими утверждениями. Позвольте этому послании ангелов глубоко проникнуть в ваше существо. Чувствуйте себя любимой и защищенной Богом, проводимой вашими ангелами-хранителями. Пусть это сообщение принесет свет и ясность на вашем пути, помогая вам принимать решения, которые соответствуют вашему сердцу и вашему пути. Будьте в мире, зная, что вас поддерживает и направляет божественная мудрость. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok